БИС-ТИВИ БИС-ТИВИ Индустрия информационной безопасности в Европе растет каждый год на 5%. Если сравнить это с другими отраслями экономики, которые стагнируют или не показывают роста, видно, что в информационной безопасности сосредоточены большие возможности для бизнеса. Сегодня в киберпространстве существует огромное количество сфер, в которых можно зарабатывать преступным путем. И для компаний-разработчиков средств, защищающих от проникновения хакеров, здесь открываются действительно большие перспективы. Киберпреступники выбирают экономически эффективные методы. Если они видят, что ресурсы компании защищены и взлом потребует от них больших затрат, они оставят эту компанию в покое и переключат свои усилия на менее защищенные цели. Говоря о тенденциях в мире информационной безопасности, глава InfoWatch Наталья Касперская отметила рост числа таргетированных атак, которые заточены под конкретную компанию и нередко выполняются по заказу конкурентов. Всеобщее внимание привлекли выступления зарубежных специалистов, говоривших об эволюции угроз в виртуальном пространстве. Докладчики обратили внимание на глобальные угрозы, возникающие в связи с проникновением в нашу жизнь умной техники, на эксплуатацию уязвимости мобильных систем, а также на смещение векторов атак международных киберпреступных группировок. Сегодня в ЕС мы сталкиваемся с деятельностью большого числа русскоговорящих киберпреступников. Они могут быть и не из России, но это русскоговорящая организованная преступность. Они пишут вредоносные программы и совершают атаки на западные банки и простых граждан. Но в будущем все может радикально измениться. Преступники из Евросоюза могут нацелиться на российские банки. Поэтому нам требуется сотрудничество. Российские службы должны задерживать местных преступников за преступления, совершенные за рубежом, а мы в будущем сможем ловить европейских хакеров. Преступники хитры, они атакуют пользователей в других странах, и государственные границы служат для них щитом от правосудия. Участники отмечали деловую атмосферу и высокий уровень организации конференции. Многие указывали на ценность данной площадки для совместного решения комплексных проблем в области защиты информации. Данная конференция – превосходный пример того, как ваша страна пытается взглянуть в целом на ситуацию, увидеть основные тенденции. В интернете все разворачивается не последовательно, а экспоненциально, и нам нужно действовать сейчас, иначе потом будет слишком поздно. На подобных конференциях удается собрать в одном месте большое число экспертов. Здесь можно получить информацию и оценки, на которые в ином случае пришлось бы потратить многие месяцы. Такие конференции позволяют оперативно и свободно обмениваться мнениями с ведущими экспертами. Я видел и инвесторов по IT, и коммерсантов, и очень много людей, которые офицеров информационной безопасности, старших, действительно, люди с высокими должностями, которые решают эти вопросы в крупнейших компаниях, в общем, составляют, я бы сказал, элиту именно верхнего менеджмента в области информационной технологии и безопасности. Я встретил людей, обсудил какие-то проблемы, которые по текущим моим проектам и планированным проектам непосредственно. То есть, сами по себе это просто полезно. Не могу сказать, что однозначно мне дали новую информацию. Все вкупе полезно. А некоторые действительно пришли послушать вот меня коллегу, который сказал, вот я хочу именно послушать определенную тему, потому что еще туда не погружался. Но это уже интерес не столько общего развития, а с учетом того, что эту тему нужно глубоко развивать. Популярностью среди участников пользовались круглый стол и тематические секции. Обсуждались последние нововведения в области отраслевого законодательства, методы расследования киберпреступлений, а также то, как руководство службы ИБ может эффективно вести диалог с бизнес-менеджментом. На первый план выходят вопросы, связанные с позиционированием места информационной безопасности в бизнесе, взаимоотношения с бизнесом и понимание бизнесом проблем информационной безопасности. Очень важный момент – это выбор критериев, на основании которых вообще строится система информационной безопасности. Кто потенциальный нарушитель, какие у него возможности, что нужно сделать для того, чтобы он не реализовал свои возможности, что является уязвимым звеном, какие из проблем, озвученных информационной безопасностью, важны для бизнеса, а какие из проблем мы решаем только потому, что государство об этом сказало, или потому, что это лучшие практики, или еще какие-то проблемы. Поэтому, если все это будет способствовать более качественному пониманию специалистами этой проблематики, то, значит, конференция будет очень полезна. Расширение тематики и изменение названия конференции, которая прежде проходила под вывеской DLP Russia, пошло мероприятию на пользу. Кроме вопросов предотвращения утечек бизнес-информации, на BIS Summit стали шире обсуждаться всевозможные аспекты работы службы ИБ. Участники сошлись во мнении, что эффективная защита информации снижает информационные риски для компании и тем самым позволяет высвободить долю оборотных средств. В условиях неблагоприятной экономической обстановки этот эффект способен повысить значимую службу информационной безопасности в глазах руководства компании. БИС ТИВИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова